Привет. Меня зовут Тони, и это каждый кадр картины. Сегодня я расскажу работу, какого режиссера я люблю. Но сперва, позвольте мне предвосхитить. Мне думается, что сегодня комедии, и особенно американские, совсем сбились с пути. Не то чтобы я ненавидел шутки, актеров, диалоги или сюжеты, хотя и к этому масса претензий. Но на самом деле меня тошнит, что кинопроизводство, использование изображения и звука для донесения шутки так, что такая скука удалить. Смотрите, у всех разные вкусы. То, что вы считаете смешным, смешно для вас. Я не хочу сказать, что эти фильмы отстой, или вы лох, если они вам нравятся. Я говорю, что эти фильмы не фильмы, это слегка отредактированные версии. Все неподвижно стоят и разговаривают друг с другом на крупных планах. Почти нет шуток, подаваем их визуально. Есть только звуковая форма, и не весь спектр звука, а лишь диалог. И это очень печально, потому что это только крупица возможного в кино. Не считая анимации некоторых коммерческих видео, визуальная комедия деградирует. И поэтому, если вам нравится такое, я бы не рекомендовал вам Эдгара Райта. Ты, доктор, ты разберись с этим. Да, засранец. Он один из немногих работающих в жанре, используя весь спектр возможного. И поэтому он находит смешное там, куда остальные не смотрят. Вот пример. Скажем вам, для истории нужно переместить персонажа из одного города в другой. Как вы это снимете? И сможете ли сделать это смешным? Вообще-то, нет. Нет, если вы пошлете вторую группу снять, это и сделаете. Каждый кадр панорамы слева направо, включите очевидные ориентиры и знаки, вставите непримечательные съемки с вертолета, добавите бодрую музыку, чтобы зрители не уснули. Но такое ленивое и скучное кино мы видели миллион раз. А что, если бы мы по-настоящему были изобретательны в такой сцене? Вот оно. И это не просто серия быстрых склеек. Мы видим целую визуальную историю. Эти два кадра такси четко говорят нам, откуда мы пришли и куда идем. А эти два кадра подчеркивают удаление от цивилизации. Главный герой всегда смотрит вперед или направо. Поэтому направление монтажа соблюдено. Музыку тише, а эффекты громче. Будет смешно, так как каждая спилейка режет слух. Плюс неплохая игра Саймона Пега и Райана Гослинга. Окей, это был первый пример вне контекста. Вы правы, совершенно не честно. Ну а если бы у вас был фильм об ужасных апокалиптических событиях, которые бы вы хотели предзнаменовать? Может быть посредством того, что герои не замечают чего-то важного по телевизору? Как бы вы показали это? Добавили бы при монтаже двухсекундный план, не показывая связи между героями и ТВ? У него вечеринка по случаю новоселья. Он только достроил дом. Или вы бы сделали так? Хотя никто из официальных лиц не дает комментарии, религиозные группы называют это судным днем. Баника на улицах Лондона. Пока все возрастающее число свидетельств. Серьезных атак на людей, которые были буквально съедены заживо. Окей, все еще не честно. А что если взять фильм, в котором герой бросил пить, но остальные разочаровались в нем, и вы хотели бы пошутить над этим? Как бы вы это сделали? Оставили бы их просто стоять вокруг и обсуждать его слабость? Нет, спасибо, я обещал жене, что не буду пить сегодня. Кроме того, завтра у меня трудный день. Давайте, ребята, развлекайтесь. Трудный день? И что ты будешь делать? Или бы вы сделали так? Что? Не могу в это поверить. Вот это и отличает посредственного режиссера от великого. Способность взять самые простые бытовые сцены и найти способ показать их по-новому. Великие режиссеры понимают, что рассмешить можно самой постановкой сцены. Вот пример от Дэвида Бордуэлла. Объекты, возникающие в кадре, а это смешно. Малый, вперед. Я тоже могу управлять, а ты побросай это дерьмо. И это не только то, что появляется в кадре. Рассмотрим обратное. Скажите Лауре, до свидания. До свидания, мисс Лаура. Можно рассмешить наездом камеры. Откройте багажник и опустите стекло. Можно рассмешить подъемом камеры на кране. Очень жаль. Я иду домой, Брита. Я вообще не знаю. Нет, серьезно, я иду домой. Ты поможешь мне встать? Можно рассмешить панорамой. Как говорит Мартин Скорсезе, кино это то, что в кадре и то, чего нет в кадре. Поэтому думайте о кадре. И не важно, умная или глупая комедия. Ведь если это работает, это работает. Вот восемь вещей, которые делает Эдгар Райт с изображением и звуком, и которые я хотел бы, чтобы попробовали другие режиссеры комедии. Первое. Предметы прикольно появляются в кадре. Номер два. Люди смешно покидают кадр. Ты не умеешь переключаться. Да, раз не нашел подтверждений, так молчи. Номер три. Туда и опять обратно. Они еще там? Угу. Номер четыре. Привязка перехода в сцен. Номер пять. Точно рассчитанный по времени звуковой эффект. Номер шесть. Действие, синхронизированное с музыкой. Номер семь. Супер драматический световой эффект. И номер восемь. Прикол с забором. И знаете что? Давайте добавим сюда номер девять. Воображаемая перестрелка. Теперь, если вы режиссер, работаете с этим. Кадр – это игровое поле. Так играйте. И когда в следующий раз пойдете в кинотеатр и заплатите 15 долларов за комедию, ни за что не удовлетворяйтесь чем-то менее изобретательным, чем Video Vine. Смонтировано и начитано Тони Жу. На русский язык перевел и озвучил Сергей Афонин.